Екатерина Бракова Спасибо огромное за лекцию, было реально познавательное. Я даже не знал, что как можно ли мы для этого эволюционировали. Это вопрос немножко потеоритический. В будущем перенос сознания биологического вида в машину подразумевает под собой перенос всей базы дан в месте сознания и разума, и, возможно ли, обратный процесс? Второй вопрос. Вот вы слайд показывали, где смотно считывалась информация о кошке, кошку рассмотрела, и информация о изображении передавалась на экран. Возможно ли? Вообще, как долго сохраняется эта информация в мозге, какая-то примерно увиденная картина? Просто это открывает широкие возможности для криминалистов, для медэкспертов. Спасибо. Спасибо за вопрос. Смотрите, я начну в обратном порядке отвечу. Вообще, хранится недолго, к сожалению, каких-то особо долгосрочных эффектов. Там есть своя система запоминания, но она не связана с деятельностью визуальной коры. То есть где-то в мозге, наверное, мы сможем в конечном счете извлекать из памяти некоторые визуальные образы. Но пока тут еще очень много сложностей. Мы пока не до конца понимаем, как работает память вообще. На эту тему есть несколько достаточно крепких теорий, но пока что до практики извлечения воспоминаний из мозга мы не дошли. Но насколько она там долго хранится, если кошку держать хорошо и показывать ей одну и ту же картинку, или человека держать. Здесь, если вы обратили внимание, здесь МРТ было использовано для того, чтобы эту картинку снять. А у МРТ время сканирования может быть до минуты. Чтобы эти картинки получить, человек в течение минуты пялился на одну и ту же картинку, чтобы ее смогли снять из ее мозга. Поэтому, конечно, пока не очень быстрые интерфейсы. С инвазивными там проще. С инвазивными вы можете, понятное дело, сразу же получать информацию непосредственно из клеток и картинку в реальном времени считывать. Второй вопрос, точнее первый вопрос по поводу того, будем ли мы в ходе этих проектов копировать базу данных. То есть копировать само осознание или просто будем мозг воспроизводить и создавать мозг. Ну смотрите, здесь, как бы, мне тоже вот этот вопрос задавали, еще в другой формулировке. Я сказал, что, в общем, это две задачи. То есть первая задача – это сделать мозг, сделать как бы копию сознания чего-то. Нам нужно что тогда сделать? Нам нужно воспроизвести полностью структуру связей и, если уж точно-точно скопировать, нам нужно еще карту электромагнитной активности текущей тоже перенести на эту модель. Но на самом деле, вроде бы, исследования показывают, что, может быть, карта электромагнитной активности, она не очень здесь важна. И вот если мы, как бы, полностью структуру синусов передадим, и, соответственно, этого может быть достаточно для того, чтобы долговременную память перенести. По крайней мере, были такие очень интересные эксперименты, когда брали вот этих червячков, сервиканс, и, ну, у них там обрабатывали определенные рефлексы, и после этого их литрифицировали. Ну, литрифицировали, и, грубо говоря, замораживали, да, некоторым образом. Потом через длительный промежуток времени их размораживали, ну, с червячками такое умеют делать, и оказалось, что у них долговременная память сохранилась. То есть вот то, что они, как бы, там, ну, знали, условно говоря, то, как их заморозили, они потом знают уже после разморозки. Хотя ясно, что прошло много времени, и что там было с электромагнитной активностью во время литрификации, ничего там, да, ее там не было, много говоря. Вот. Поэтому, как бы, долговременная память, она все-таки, как бы, имеет химическую природу, а не электрическую, да, и поэтому, если мы там разберем полностью, что там в синапсах лежало, да, то, как бы, мы тем самым перенесем саму базу данных, да, значит. А вторая часть проекта – это вот, на самом деле, вроде бы сложнее, а, может быть, и не сложнее. Это попробовать сознание перенести, как бы, в реальном времени, да. Вот я вот сейчас живу, да, и я хочу, чтобы мое сознание не было… А я сам переселился. Вот. Здесь есть такое вообще… Не знаю, может быть, вы слышали эту фамилию. Янкович Майук – такой очень большой энтузиаст этого направления. Он уже придумал такой театр, как секретика, да, направление исследований, вот, посвященных переселению именно там сознания человека с одного носителя на другой. И вот там есть такой концепт, пока, конечно, далекий от инженерного воплощения, о том, что можно представить себе наноустройство некоторое, да, которое там входит в мозг человека, в каждый его нейрон, которые начинают, как бы, собирать вот эту информацию. И потом мы делаем что? Мы начинаем постепенно нейрон за нейроном заменять, да, то есть биологический нейрон выкидывает, его эквивалент, как бы, вот в эту сеть добавляет. Мы очередной нейрон выкидываем, новые добавляем. И, как бы, мы знаем, что вот, ну, из кучи всяких там данных медицины, той же самой, да, что как раз благодарение эластичности мозг, ну, в случае даже если вы, ну, нанесете травму мозгу, да, какую-то часть из него заключаете, при этом, как бы, ну, основные его функции все сохраняются, да. Там человек может какие-то отдельные… потерять воспоминания, если он какие-то функциональные зоны будут нарушены, он может утратить некоторые функции, там, ну, речь, не знаю, может стать непонятной, не знаю. Вот многие, наверное, читали Олиго Сакси, «Человек, который принял жену за шляпу», самая, наверное, знаменитая такая научно-полярная книжка на эту тему. Вот. И вот, исходя из своих представлялений в своем руке, возможно, это действительно вот так вот сработает, да, что можно, действительно, не нарушая континуальность сознания, обладая некоторой такой высокоразвитой технологией, перенести сознание именно вот конкретного человека на другой носитель. Вот. По крайней мере, вроде бы они что не препятствуют, но в фундаментальном смысле. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое. У меня, знаете, такой вопрос интересный для меня, по крайней мере, возник. Вот когда вы показывали все вот эти изображения, опыт, это все было про ощущения. Ну, то есть то, что непосредственно я из среды, да, беру, и это проникает в мозг. Это передает всегда точка в точку. Вот это легко достаточно снять. А как вот сейчас пытаются изучить, да, и воспроизвести как раз восприятие объектов? То есть, так скажем, привнести личностный смысл, тем более что некоторые психические свойства их же тяжело как-то унифицировать. Ну, например, грубо говоря, по цветам мы договорились, да, что это синий, и мы все его назовем синим. Но как точно он видится, никто, на самом деле, не знает. Вот как с этим вообще пытаются разобраться, справиться с этого своего действия? Спасибо. Спасибо. Это очень хороший классический вопрос, вообще, в мере физиологии, да. Действительно ли мы одинаково видим синий цвет, и тот ли это синий, да, который видит мой сосед? Значит, здесь, естественно, есть целое большое направление исследования в этом направлении по изучению так называемых коррелятов. То есть, когда мы что делаем? Мы берем, например, электроэнцефолограф или магнитный энцефолограф, подключаем его к человеку, и начинаем человеку показывать, там, например, образовать у него различные эмоции, показывать ему разные картинки, и так далее, и так далее, показывать ему разные символы, да, так. И снимаем вот эти вот корреляты, да, получаем, как бы, ну, такие снимки. Пока они не очень высокого нарушения, да, всего ограничения технологии. И мы дальше их изучаем. Вот использование таких инструментов уже позволило создать, например, такие примитивные нейроинтерфейсы, когда, там, человек на тренировочном сможет учиться, там, мысленно управлять курсором через этот энцефолографический интерфейс, да. Вот. И здесь, я думаю, что большое будущее для этих исследований, оно лежит где? В применении методов анализа больших данных, как раз методов машинного обучения, к анализу вот больших массивов вот этих корреляторов. Потому что модели машинного обучения как раз и смогут разобраться, насколько там индивидуальны, да, представления тех или иных вещей. Потому что они могут быть индивидуальны, но они могут быть как бы ограниченной индивидуальностью обладать, да. То есть они могут быть похожи, да, или разделяться на отдельные классы, да. У людей с такой-то особенностью у них, там, вот так выглядит, в среднем, да, коррелях, там, в какой-то мысли, не знаю, там, ощущение, там, радости, да. И есть другая группа людей, у которых он тоже выглядит так же, да. Есть группа людей, у которых выглядит совсем по-другому, но внутри своей группы у них, может быть, тоже это выглядит одинаково. Вот. Отдельные пока данные есть на эту тему, но это пока единичные исследования. То есть, в принципе, вот, если просто поискать, вот, там, просто круглые, там, анализ нейрокоррелянтов, тогда есть, например, попытки создать аппарат, который на основе, значит, вот, данных, опять же, такого негвазивного сканирования мозга будет чувству более определять. Это, на самом деле, очень большую ценность практическую имеет, потому что в ряде случаев пациент, там, не может рассказать, что у него болит, где как и так далее. Вот, там, ребенок маленький, например, да, там, или животное, или, там, ну, человек, лишенный, там, возможности сейчас с нами общаться. Вот. Если мы сможем создать вот модель, которая будет на основе корреляторов, понимать, что у человека в данный момент болит, это будет очень классно, это будет серьезный шаг вперед в медицине, и вот работы такие есть. У меня просто самому эта мысль пришла в голову, но я, естественно, стал искать, не забрал ли велосипед кто-то для меня, естественно, изобрел. Да, к счастью, не очень давно, но уже кто-то едет на велосипеде в лаборатории, и это очень здорово. Спасибо. Спасибо за лекцию. Я хотела бы задать вопрос про проект «Россия-2045», ну и вообще, как Вы считаете, к 2045 году реально ли будет загрузка у вас в компьютер? Ну, смотрите, здесь временные оценки разные даются, да, от оптимистических до пессимистических. Оптимистические оценки такие, что, может быть, это уже случится и к 2030 году, да, пессимистичные оценки, там где-то недавно был какой-то опрос среди ученых, и там что-то, по-моему, 80% ученых считает, что это 2150 года можно будет точно сделать, а 20% ученых считает, что 2030-го можно будет сделать. Ну, то есть, какое-то вот такое распределение специалистов есть, вот. Ну, здесь, как бы, я конкретную дату не берусь абсолютно называть, и если я ее назову, я там сильно ошибусь, поэтому он говорит, что там конкретно 2045 году. Продвижение «Россия-2045» я очень правильно услышал, поэтому тоже чего-то определенного я, конечно, не скажу сейчас. Спасибо за интересное выступление. Скажите, вот вы часто употребляете биологическую достоверность, да? А вообще насколько это вот реально, то есть, можно ли говорить о том, что вообще способность моделировать мозг настолько хорошо, чтобы вот то, что мы моделировали, было способно реализовать высшие функции мозга, то есть, полосно мыслить, чувствовать и так далее? Ну, это будет первый вопрос. Ну, вот, смотрите, этот вопрос, на него ответ будет окончательный там, когда мы это сделаем. Вот. Так же, как споры, допустим, виталистов в свое время, да, которые утверждали, что нельзя сделать органику из неорганики, да, они вот продолжались до того момента, пока не сделали органику из неорганики, и еще какое-то время после того, как сделали, они тоже продолжались, потому что эти люди говорили, что как мы в этом не настоящую органику сделали, плохую какую-то и вообще. Вот. Я, вот эти разговоры, они, как бы, такой научный следец, спор на эту тему существует, но мыслить, скорее, маргинальный характер. То есть, есть, например, Роджер Денроуз, да, который говорит, что там в мозгу есть квантовые эффекты, а потому что там есть квантовые эффекты, у вас там неопределенность Гейсенберга, и вы там никогда не сможете достаточно точно снять сигнал, чтобы воспроизвести там т.д. и т.п. Вот. Но, с другой стороны, как бы данные нейрофизиологии пока что говорят, что там, как бы, уровень сигналов такой, что квантовых эффектов там, наверное, нет. То есть, там, как бы, различимые пороги, вот, при прохождении сигнала через синапса, они там на два на три порядка выше, чем те, которые должны быть, в которых квантовые эффекты проявляются. Но этот сбор он не закончится, пока, как бы, на него не будет в конкретном эксперименте данный ответ. Вот. Моё личное мнение такое, что эти возражения – это чепуха. Вот. Но это моё, там, субъективное мнение, основанное на моём опыте. Я, там, не самый первый специалист в этой области, может, я не прав вообще-то совсем. Ещё один вопрос. По поводу хранения данных мы напоминаем. Вот, например, на этих вот фотографиях, да, мне кажется, даже немножко видно, что человек текст воспринимает по-другому, чем другие изображения, да? А вообще, получается, что для того, что вы считаете тот же текст, да, символ информации, получается, используют совершенно другие участки мозга. Там, короче, смотрите, как всё устроено. Вообще, ещё Норберт Виннер предполагал, что сетчатка не такая простая, как кажется, да, что это не просто проводящая, там, какая-то среда, да, она способна покрыти уже операции по преобразованию информации производить. И, в частности, Виннер, он считал, что сетчатки могут все активные преобразования, то есть, ворот, масштабирование и так далее. Вот. В общем-то, это подтверждается современными данными. И на основе изучения сетчатки построена такая замечательная модель, которая сейчас, в общем, некоторую революцию произвела в машинном обучении, как свёрточные нейронные сети. То есть, свёрточные нейронные сети — это нейронные сети, в которых чередуются слои свёртки с дискретизацией, так называемые, да? То есть, сетчатки уже в самых первых слоях, например, происходят процессы, которые позволяют, ну, например, детектировать движения, вот. Потому что, ну, это критически важно для приспособления к среде функции, быстро, например, движения восприятия. И с символной информацией. Чем вы глубже продвинетесь в слоях, да, от непосредственно слоя с фоторецепторами, глубже, глубже и глубже, тем, естественно, ну, как бы, более обработанный характер будет эта информация представлять, да? И если вы возьмете даже свёрточную нейронную сеть, обычно вычислительную, она гораздо, гораздо проще, намного порядка, чем то, что происходит в мозге человека, вы там увидите, что у вас уже там в третьем каком-нибудь фича слое, у вас уже информация в достаточно абстрактном уровне представляется, да, что у вас там отдельные нейроны уже отвечают не за там конкретные сигналы с фото-рецептора, да, а за довольно абстрактное понятие как фича, то есть какая-то форма, которая распознаётся, вот. Поэтому, естественно, там чем глубже, тем абстрактнее представление этой информации. И символная как бы информация здесь, ну, одно из частных проявлений, мы любые визуальные образы там процессим через какую-то достаточно там уже сложную систему, через сложную нейронную сеть, вот. Но если мы сигнал снимаем по внешних слоях, то он там, ну, почти нескажённый, да, то есть мы можем вот прям обратиться в следующий слой, который идёт за слоем фото-рецепторов, либо вот, пожалуйста, как бы читать такую картинку, да. А из глубинных слоёв нам, чтобы её там восстановить, нам нужно будет уже там какие-то достаточно хитрые операции подпринимать, развертки, да, такого, как сказать, деконволюшин, да, чтобы вот исходную картинку получить. Но, в принципе, мы это умеем. Тоже просто картинка похожа получается. Да, у меня вопрос. Все-таки всего сказано, что сознание неразрывно свяжется со структурой, да и даже, что сознание – это и есть структура. Если мы переносим сознание в компьютер, то оно должно быть весьма наточить, какую же структуру воспитывается. Ну, в общем и целом, да, но тут есть важный такой момент, тоже на него хотелось бы внимание обратить. Вот мы когда говорим «сознание», сознание – это вообще часть психики какая-то, да, это не вся наша психика. И сознание эволюционно вообще считается, да, одна из наиболее распространенных на эту тему теорий, которая существует, он говорит о том, что сознание вообще человеческое, оно появилось примерно следующим образом. То есть, когда возникла эруссоциальность в природе, да, то есть, когда стали появляться виды, которые ведут групповое существование, значит, возникла необходимость со стороны эволюционных требований прогнозировать действия других там членов социума, да. То есть, чем лучше вы умеете прогнозировать действия ваших там соседей, тем лучше вы приспособлены к этой вот эосоциальной среде. И в результате стали появляться такие механизмы, которые называют условно-зеркальными нейронами, да, то есть, это области мозги, которые отвечают за прогнозированные там действия другого. И вот в какой-то момент считается, что человек, ну, как бы, возможно, и наши предки, да, достаточно далекие уже, у них произошло как бы замыкание в использовании этих структур, мы научились относиться к себе как к другому, да, то есть, мозг отражает сам себя, да, через вот эти структуры. То есть, наше создание – это, по сути дела, вот такая галерея зеркал, да, бесконечная, которую можно наблюдать, если два зеркала поставить друг напротив друга. Конечно, совершенно восхитительное и потрясающее явление, во многом, как бы, для человека трудно объяснимое, да, потому что мы, как бы, изнутри смотрим, да, на эту проблему мы снаружи, вот. Но вот представление современной нейрофизиологии о сознании, оно вот примерно такое, да, что вот если мы создадим достаточно сложную систему, там, повторяющую по структуре структуру, там, нашего мозга, да, и в ней тоже будут эти зеркальные нейроны, да, и там тоже будут такие же связи существовать, то эта система, она тоже будет обладать сознанию, в силу этого, в силу существования таких специфических информационных, там, контров обмена внутри этой системы. Здравствуйте. Меня интересует... Спасибо за лекцию, если сначала. Мне интересует больше технологическая сторона вопроса. Вот, например, платформа, которая приносит осознание, вот рассматривают в качестве платформы бинарные, просто обычный компьютер, суперкомпьютеры, да, а квантовый суперкомпьютер, который сейчас, ну, интерес получили в последнее время, рассматривается. И второй вопрос. Вот в приоритете стоит биологическая модель с нейронами и сетями и так далее. А есть ли на данный момент какая-то имитационная модель, то есть имитация сознания, ну, компьютеры, там, шахматы выигрывают, там, и прочее, а вот есть полноценные, ну, или хотя бы приближенные? Смотрите, про квантовые компьютеры, конечно, их будут применять для этой сдачи, но пока что у нас работающих квантовых компьютеров, по большому счету, нет. То есть у нас есть устройства, там, из шести кубитов, да, из семи кубитов. Пока что это экспериментальные устройства, которые... Ну, как только мы получим большие квантовые компьютеры, то, конечно, они будут здесь применяться. Скорее всего, они, в общем, грубо говоря, придут на смену вот этим более примитивным учреждительным устройствам, которые мы сейчас используем. Вот. Но здесь, на самом деле, может, и еще более интересная произойти история, потому что, ну, сейчас, в целом, вот, железная основа таких проектов, она развивается в сторону нейроморфических процессоров, то есть мы создаем, значит, какие образом вообще все происходит? Вы наверняка помните историю с биткоинами, когда, значит, там, придумали вот эту вот задачу про майнинг биткоинов, вначале ее решали на обычных, там, центральных процессорах, машин, потом догадались, что, в общем, задачу можно таким образом сформулировать, что ее будет удобно решать на матричных процессорах, которые встроены в видеокарты, да, и начался вот этот активный майнинг на биткоинах, люди стали использовать матричные процессоры, потом следующим шагом стало что? Есть PLIS, это программно-конфигурированные устройства вычислительные, да, значит, конкретные FPGA сейчас, это массивы, вентильные, вот эти вот FPGA-устройства, они стали следующей платформой, которые стали для майнинга использовать, и финалом, лицом этого развития стали специализированные процессоры, которые предназначены под конкретную задачу. На основе тех архитектур, которые были на PLIS получены, потом стали асики эти производить уже. И вот с нейронными сетями сейчас, вот когда там в начале 10-го года началась, начался очередной виток такой революции технологической этой сферы, там пытаются пройти ровно ту же самую дорогу. То есть, в начале это считали все на центральных процессорах, сейчас это считают на видеокартах и массивах видеокартах, например, в Майоркупе используют там несколько машин, на каждой из которых там 10 видеокарт, 1080-х, да, там, ну, это такой, как бы, недорогой суперкомпьютер, который можно собрать, как бы, из скотчей палок. Вот, естественно, значит, это же примерно, проделали там крупные исследовательские лаборатории, там уже вовсю делают FPGA, в частности, вот Ян Ликун, это создатель, собственно, там, современных сверточных нейронных сетей, он тоже занимается таким проектом, вот. И дальше это специализированные процессоры, вроде этого TrueWorld, который делает IBM, да, нейроморфического, вот. Когда возникнет возможность заменить на квантовые устройства, их заменить на квантовые. То есть, наверное, по 2030-м годам это будут квантовые нейроморфические процессоры, вот. Но есть еще такой маргинальный путь, на который может взлететь. Это может быть мокрая технология. Может быть, мы будем выращивать, культивировать нервные клетки и использовать массивы нервных клеток, культивируемых для решения веществительных задач. Такие проекты лабораторные, они тоже есть. Вот. И может так случиться, что вот мы не ждали, не ждали, оно, ну, внезапно выстрелит от этого направления. Я не исключаю такое возможности. У нас есть время только на один вопрос. Остальные вопросы, надеюсь, Сергей не будет против, если к нему подойдут потом и зададут их. Конечно. А еще был второй вопрос какой-то от вас. Про инвентационную модель. Про инвентационную модель. Что мы делаем в Блюбреем? Это самый большой проект. Пока что есть вот эти импульсы нейронной сети. То, что я показывал на вот этом видео немножко раньше. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Можно отключить? Вот. Просто, когда я их увидел, да, чуть-чуть? Ну, вот. Импульсы нейронной сети — это, в принципе, имитационные модели как раз биологически достоверные. Ну, приближенные биологические достоверности. Вот это вот то, что есть сейчас. Вот. Есть DigiContext движок, да? Он назначен для эмулирования вот таких импульсных сетей. Вот при помощи него там создаются модели, которые, ну, в некоторых экспериментах себя ведут, ну, адекватно. Вот. Но пока они маленькие. По сравнению с человеческим мозгом и маленькие даже еще с мозгом млекопитающих. Но есть модели уже очень хорошие, там, для человечковца элеганс, есть полностью рабочие модели для системы. Вот. То есть, ну, мы где-то по дороге от Человечка-3 сейчас находимся. Где-то там. Спасибо за выступление. Вопрос такой, значит. Как известно, у нас компьютеры используют, у мозга у нас аналоговые сигналы, да? А у компьютера цифровые. Ну и, соответственно, от этого и производительность зависит. Все остальные вещи функционирования также у мозга. Вот. А с другой стороны, ведь у нас же нейронные сети в течение жизни создаются и в то же время, через некоторое время могут распадаться. Соответственно, человек, скажем, уже через восемь лет, он другой уже человек. Соответственно, и сознание его тоже другое. А у ребенка вообще еще быстрее все меняется в течение года. Ну и, соответственно, например, вот вы, не вы. Мышонка, значит, просканировали связи, да? И зафиксировали его в программном обеспечении в нейронных сетях. Значит, у нас мышонка получился, как в момент, когда он умирал, да? Ну и, соответственно, если мы просканируем человека, то же самое получится. Таким образом, решается проблема в создании нейронных сетей по именно динамическому изменению создания ядер сетей, их, значит, образования, функционирования, распада. Ну и, в том числе, образование, скажем, известно, что высшее животное, а также и человек обладает способностью с помощью воли формировать ядра потребного результата. В связи с чем, при функционировании с внешней средой они достигают этот потребный результат. А каким образом все это будет решаться и уже как-то, может быть, в мире решается? Ну, смотрите, значит, по первой части, здесь, естественно, нужно моделирование тех процессов, которые ведут, например, к синаптическому провингу, да? Или к прорастанию новых связей. То есть мы, опять же, изучаем физиологию работы мозга не только с точки зрения распространения сигналов, да, и изменения, там, состояния синапса, да, но и с точки зрения эффектов, которые приводят к появлению синапсов либо к разрушению старых синапсов. Если взять те модели, которые мы используем сейчас для решения практических задач, которые там оставляют...